Часто возникает вопрос, можно ли продать квартиру без ремонта? Знаете, в принципе да. Потому что бывают такие ситуации, такие квартиры, что делать ремонт не имеет никакого смысла или делать его в данный момент сложно. Допустим, жильцы проживают в квартире, квартира завалена их мебелью, какими-то другими вещами личного пользования, и они продают квартиру со встречной покупкой. Я вам сейчас поведу одну историю многолетней давности, она очень забавная и показательная. Одному из наших агентов поступила заявка по рекомендации продать квартиру. Но в квартире жило очень много животных, собаки, какие-то кошки. Люди, которые жили в этой квартире, не особо утруждались следить и убирать эту квартиру. В итоге квартира, конечно, выглядела, мягко говоря, неприглядно, но на языке риэлторов, а может быть и других людей, такие квартиры иногда называют бомжатниками. И ладно бы она была просто неприглядного вида из-за того, что там живут много животных. Вместе с животными жили еще и блохи. В квартире стоял неимоверный запах. И вот агент, продавая эту квартиру и показывая эту квартиру, всем покупателям говорил о том, что вы знаете, перед просмотром одевайте, пожалуйста, длинные одежды, какие-то брюки, носки высокие, высокую обувь, чтобы защищать каким-то образом ноги и тело. Потому что квартира, в общем, в соответствующем состоянии. Ну, так как это было лето, то многие покупатели, в общем, видно, не внимали нашему агенту. И каково же было их удивление, когда агент перед тем, как открыть дверь... Да, кстати, ну, люди, которые проживали в этой квартире, перед показом уводили своих собак на прогулку. Там оставались только кошки, несколько штук. Так вот, наш агент перед тем, как открыть дверь, надевала длинный плащ, резиновые сапоги, перчатки, и только после этого открывала дверь. И если сильный запах не сбивал покупателя с ног, то, соответственно, это делали блохи. То есть, конечно, ситуация была аховая. Но, как ни странно, квартира была продана с третьего показа. В чем мораль? Да морали никакой нет. Приходится продавать разные объекты недвижимости. И в других видео я расскажу, что имеет смысл делать в квартире, а что нет перед ее продажей. Нравится? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.